Здравствуйте! Оговорюсь сразу, видео не в тему канала, но очень надеюсь, что оно будет интересно тем, кто использует экшн камеру. Про этот варифокальный объектив видео очень много. При установке данного объектива на каждую отдельно взятую камеру есть свои нюансы. Поделюсь своим опытом установки варифокального объектива на достаточно популярную камеру SJCAM 4000. Объектив продается на Алиэкспресс. Он с переменным фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм. Производитель заявляет, что оптическое разрешение объектива составляет 3 миллиона пикселей. Этого вполне достаточно для съемки в качестве Full HD. Инфракрасный фильтр здесь уже установлен и дополнительно покупать и приклеивать его не нужно. Передняя панель этой камеры на защёлках и снимается легко. На камере SJCAM резьба штатного объектива была зафиксирована клеем. Клей прочный, похож на цианокрилатный. Чтобы не повредить штатный объектив, я обмотал его изолентой и выкрутил пассатижами. В комплекте с новым объективом была гайка для его установки на камеру Yekin, однако на SJCAM установить его из коробки не получилось. Объектив упирался в батарейный отсек и требовалась гайка больше по высоте. Гайку я сделал, отрезав часть с резьбой от держателя объектива неисправной веб-камеры. Оптимальную высоту гайки определял опытным путем, чтобы кольцо настройки резкости объектива работало при любых настройках фокусного расстояния. Её высота получилась 3,9 мм. Плоскости гайки должны быть строго параллельны, в противном случае объектив встанет неровно, изображение с одной стороны картинки будет размытым. Штатную накладку объектива я заменил другой, её выточил из тонкого пластика коробки от CD-диска и приклеил её на двухсторонний скотч. С новым объективом мне больше всего понравилась макросъёмка. Можно подключить эту камеру к компьютеру и использовать как микроскоп, например для ремонта электроники. Объектив светосильный, значение его диафрагмы 1,4. Ещё заметил, что исчез холодный фиолетовый оттенок, цвета изображения стали более тёплыми и естественными. Что ж, объектив однозначно интересный и несомненно заслуживает внимания, особенно учитывая его низкую стоимость и на мой взгляд очень хорошо подходит для макросъёмки. При минимальном фокусном расстоянии объектив снимает как штатный широкоугольный фишай объектив. С увеличением фокусного расстояния дисторсия уменьшается, но избавиться полностью от оптических искажений в виде дисторсии не получится. У этого объектива оптический четырёхкратный зум, но как телеобъектив он достаточно слабый. Для съёмки удалённых объектов существуют объективы с фокусным расстоянием от 6 до 22 и от 5 до 50 мм. Они лучше подойдут для этих целей. И несколько слов для чего всё это. Основная моя экшн камера это UI 4K. Разбирать её я не планирую. Специально под этот объектив была куплена недорогая камера SJ. Тема возможности быстрой замены объектива на экшн камере достаточно интересна. Результат меня вдохновил на дальнейшую модификацию камеры. Изготовил байонет для объективов с резьбовым креплением стандарта CS, датчик изображения или так называемый SMOS сенсор. С платой камеры я перенёс на переднюю панель камеры. В результате теперь можно устанавливать объективы трёх видов резьбовых креплений C, CS и с резьбой M12. Сами объективы могут быть разными. Промышленного назначения, от камер видеонаблюдения и любые объективы с резьбой M12, но для них потребуется адаптер. Проект почти закончен. Несколько позже я покажу, что получилось в итоге. На сегодня это всё, чем хотел с вами поделиться. Спасибо за просмотр и до свидания.